Всем привет! В этом видео мы детально разберем вкладку Felsafe и пошагово на практике настроим GPS-резки в Betaflight 4.5. Как оказалось, достаточно часто люди настраивают GPS-резки в Betaflight очень быстро, то есть просто тыкнули кнопку GPS-резки, нажали сохранить и отправились куда-нибудь на Long Range покорять моря, горы, океаны. И в какой-то момент у них отваливается связь, квад благополучно где-то остается там, а они бегут строчить комментарии о том, какой GPS-резки в Betaflight до сих пор кривой, плохой и неправильный, хотя на самом деле они сами совершили ошибку. Чтобы такого не случилось с вами, давайте разбираться. Ну а теперь приступим наконец к обзору самой вкладки Felsafe. Кстати, если вы ее не видите, включите вот Expert Mode. В двух словах, что вообще такое Felsafe? Felsafe это процедура, которую запускает квадрокоптер, когда понимает, что у него нестабильный или полностью пропавший линк с вашей радиоаппаратурой. Вообще процедура Felsafe разбита на три стадии. Стадия нулевая, это техническая, общей продолжительностью 400 миллисекунд, которую мы никак не можем управлять, и на этой стадии все значения по каналам у квадрокоптера установлены в последние, полученные от пульта управления. Стадия первая, вот здесь вы вот видите ее, это то, что будет установлено по всем каналам. Тот момент, когда квадрокоптер после этих 400 миллисекунд понимает, что связь не восстановилась, и он восстанавливает вот эти значения, ожидает вот это количество времени, полторы секунды до того, как перейти на стадию вторую, и, соответственно, переходит на самую интересную нам стадию, это стадия 2, поведение квадрокоптера при длительном потере сигнала управления. Итак, у нас есть три варианта. И вариант по умолчанию всегда установлен Drop, и если у вас нет GPS, в принципе, считайте, только он вам доступен. Есть еще вариант Land, но он настолько криво реализован, что я не сумел с ним разобраться, и настойчиво я бы не рекомендовал его никому использовать. Если у вас напаянный GPS, то вам доступен еще вариант GPS Rescue, о котором сегодня мы и будем разговаривать. Это тот вариант, как квадрокоптер при потере сигнала пытается вернуться домой. И для того, чтобы все это дело настраивать, я сделал небольшую подготовительную работу, если быть точным, то я установил на один из моих ауксов режим Failsafe. То есть, когда я кликаю этот свитч, у меня квадрокоптер переходит в режим Failsafe, как будто бы у меня пропал сигнал управления. И, естественно, на другом ауксе у меня установлен GPS Rescue, который можно в любой момент будет кликнуть, для того, чтобы квадрокоптер начал процедуру возврата домой, например, если у вас отправилось видео. Итак, что нас интересует на вкладке Failsafe? Мы, естественно, восстанавливаем GPS резкий, поскольку у нас есть GPS, который работает. Настройки, которые здесь нам могут пригодиться. Во-первых, это режим возврата домой. Он может возвращаться на текущей высоте плюс сколько-то метров, на фиксированной высоте или на стоящий по умолчанию вариант максимальная высота. То есть, это та высота, которую он зафиксировал во время полета, максимальная высота, плюс к ней он добавит сколько-то метров. Сколько метров он добавит, задается вот здесь. В данном случае по умолчанию это значение 10. Вы можете выставить больше, если вы считаете, что это вам может понадобиться. Для возврата на фиксированной высоте у нас имеется вот этот параметр. То есть, в данном случае квадрокоптер будет по умолчанию возвращаться домой на высоте 30 метров. Следующий параметр – это с какой скоростью метров в секунду будет квадрокоптер подниматься, когда, например, набирает вот эту или вот эту высоту. Это скорость, с которой он будет возвращаться домой. Это максимальный его угол наклона. Это на какой дистанции в метрах он начнет процедуру снижения. Это скорость снижения. По умолчанию здесь те значения полтора. Я уже поменял на один. Полтора метра, в принципе, вполне может быть достаточно. Это минимальный газ, который он может использовать в процессе возврата домой. Максимальный газ. Эти значения можно не трогать, если у вас не очень тяжелый какой-нибудь синий квад. Значение по умолчанию большей частью здесь основано на среднестатистической пятерке. Вот это важное значение. Это газ висения. На каком газе ваш квадрокоптер висит. И здесь даже, ребята, пометили вам красным, что это значение надо установить очень аккуратно. Это минимальная дистанция до дома. Раньше это было 100 метров. Теперь они поменяли по умолчанию на 15. То есть в пределах 15 метров от точки взлета квад не будет выполнять GPS-резки. Он просто задезармится. Учитывайте это при тестировании, когда будете проверять. И 8 это минимальное количество спутников, которое необходимо четко зафиксировать для того, чтобы квадрокоптер мог заармиться и чтобы работала процедура возврата домой. Эта галка, соответственно, позволяет нам не заармиться и полететь, не дожидаясь количества необходимого спутников. Можете ее включать, если летаете рядом с собой. Абсолютно уверен, что вам не потребуется GPS-резки. Если вы летаете где-то на дальняк, или вы предполагаете, что GPS-резки вам может понадобиться. Например, вы знаете, что у вас может отвориться видеолинк. Не рекомендую эту галку выключать, потому что всегда можно взлететь, забыв про это. И в полете уже понять, что в аварийной ситуации квад автоматически домой не вернется. Итак, мы быстро пробежались по всем параметрам. Все параметры, установленные по умолчанию, в принципе, нам подходят. Основной параметр, который нам нужно задать, это газ висения. Для того, чтобы определить, не рекомендуют использовать режим Land и прочее, 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 я пробовал неудобно. Поэтому просто вот включаем режим Angle, взлетаем, да, и пытаемся поймать, как квадрокоптер ведет себя в воду. Вот в данном случае я примерно понимаю, что у меня это где-то в районе 29%. Меня, в принципе, это вполне устроит. Ну, а теперь путем неслойных математических манипуляций. Помню, что значение по каналу газа у нас может быть от 1000 до 2000. Возвращаем эти 29%. Значение 1290, которое мы вбиваем в необходимое поле. 1290. Нажимаем Save and Reboot. Давайте проверять. Отлично. Вот давайте посмотрим. Отлетим от себя на 10-15 метров. Ой, на 15-20 метров. Вот мы отлетели уже на 40 метров. Щелкнем с тумблером GPS-резки. Вот он набирает высоту. 10 дополнительных метров. И ложится на курс домой. В принципе, идет достаточно точно. Его не дергает. Вот он пошел на посадку. То есть на данный момент тут полностью автоматически это все проводит. Вот. Это, кстати, минус того, что я поставил 1 метр в секунду снижения. Для того, чтобы квадрокоптер выключил двигатель, ему необходимо получить от гироскопа точное значение, что у него есть столкновение с поверхностью. И в этом случае он выключает двигатель. Поскольку на данном участке поля была трава достаточно высокая, он не зафиксировал четкое падение. Поэтому он чуть-чуть подпрыгнул и снова ударившись уже окончательно выключил двигатель. Итак, квадрокоптер у нас благополучно вернулся домой по свечу GPS-резки. И на этом многие заканчивают настройку, считая, что они уже готовы действительно покорять там гора, моря и океаны. Но это в корне неправильно. Почему? Давайте пройдем еще один эксперимент. Но на этот раз мы инициализируем возврат домой уже не свечом GPS-резки, а симулируем реальный фейлсейв. Вот мы взлетаем. Специально лечу низко. Представим, что подо мной вода, хотя поле тоже вполне подойдет. Отлетаю на те самые 15-20 метров. Нажимаю свитч фейлсейва. Получаем RX-лосс. И квадрокоптер вместо возврата домой превращается в газонокосилку или в другом случае в подводную лодку. Если вы знаете, почему это произошло, поставьте сейчас на паузу. Напишите свои предположения в комментарии. Будет достаточно интересно почитать. Ну а мы пока посмотрим еще раз этот фрагмент в замедленном режиме. То есть вот мы получаем RX-лосс. Обратите внимание, дистанция до дома 34 метра. 26 спутников. То есть соните чек, мы абсолютно спокойно проходим. По всем параметрам сейчас он должен возвращаться домой. Но вместо возврата он благополучно падает в траву. Надеюсь, все, кто хотел, уже комментарии свои написали по этому поводу. Если нет, то опять-таки поставьте паузу, допишите. А мы возвращаемся к разбору. Так по какой же причине это все произошло? А произошло это все по простой причине. Мы благополучно настроили режим GPS Rescue. Выставили газ весеннее. Все верно, все здорово. Но мы не забываем, что это стадия вторая. Перед этим у нас была нулевая и первая. И если на нулевую стадию мы никак повлиять не можем, то на первой стадии нам тоже необходимо выполнить некоторые настройки. И все коварство этих настроек заключается в том, что вот здесь все выставлено как бы в авто и холд. И кажется, все авто и в холд это вполне нормальные режимы. Но нет. Если по каналам Roll, Pitch, Яу это центральное значение стиков, то для тротла авто это нулевое. То бишь в момент перехода на режим Failsafe, на вот эти самые полторы секунды, которые квадрокоптер будет находиться на стадии 1, у вас будет нулевой троттл. Соответственно, полторы секунды ваш квадрокоптер будет находиться в свободном падении. Поэтому в данном случае обязательно, если вы хотите, чтобы ваш квадрокоптер не черкнул воды, не кувыркался в поле, в поле троттл выбираем значение Set и выставляем то же самое значение, которое мы определили как газ весенний. В нашем случае это 1290. Устанавливаем его. Нажимаем Save and Reboot. Повторяем все то же самое, но уже с корректно установленным значением троттл для первой стадии. Отлетаем на те же самые 15-20 метров. Нажимаем RX Loss. И если обратить внимание, в данном случае квадрокоптер подвис на одном месте на эти самые полторы секунды, ну, чуть-чуть двигаясь, естественно, вперед по инерции, после чего благополучно начал возвращаться домой. Я перехвачу его, не буду возвращаться до дома до конца, попробую просто еще раз. Повторяем снова, вот мы отлетаем. Вот, обратите внимание, вот здесь есть момент, когда квадрокоптер движется вперед, а потом есть такой вот момент, дергался. Вот между появлением надписи RX Loss и этим дерганием его, это вот как раз-таки стадия первая. Потом он дернулся, переходя в режим GPS резкую, начал набирать 10 метров высоты дополнительной, и пошел на возврат домой. И есть еще одна настройка, которая может тоже вам пригодиться. Если вы не хотите вот эти полторы секунды ждать, что у вас восстановится связь, если вы сразу готовы квадрокоптер отправить в режим возврата домой, то вот здесь вы можете выставить для того канала, вот обратите внимание, у меня на AUXE 2 в верхнем положении есть установлен GPS резкую, то есть я точно так же вбиваю, ставлю здесь SET, вбиваю здесь 2000, сохраняю, и вот давайте посмотрим, что будет в данном случае. То есть на самом деле в данном случае у нас просто не будет, это его полтора секундного ожидания восстановления связи. Квадрокоптер как только зафиксирует потерю сигнала, сразу же перейдет в режим GPS резко. Проверяем. Вот у нас RX Loss, и он сразу же начинает набор высоты. Вот он сразу начал набор высоты, и пошел на возврат домой. В данном режиме он идти полностью автоматически. Да, конечно, как вы видите, садится он не идеально в точку взлета, есть некий дрифт, на данный момент он где-то сел, где-то примерно в двух метрах от точки взлета, но 2 метра это, извините, не 20 километров, вам не придется за ним топать по горам, или тем более искать его в море. Все, на данный момент можно считать, что мы настроили благополучно GPS резкую, мы настроили правильный режим возврата домой, и да, если вы летаете низко от поверхности, земли или воды, неважно, шанс, что ваш квадрокоптер при пропадании сигнала более благополучно вернется домой, несколько повысились. Если данное видео вам понравилось, если вы подчеркнули из него что-нибудь для себя новое, буду рад вашим подпискам, лайкам и комментариям. Всем спасибо, всем пока.